итак ребят всем привет буквально сегодня был у меня человек с довольно таки необычной проблемой но к сожалению мне не удалось заснять именно эту проблему и сам процесс решения проблемы потому как человек скажем так опаздывал на работу приехал он издалека но во вторых очень долго я провозился с этой проблемой такая выматывающая проблема скажем так было ну что ж начну пожалуй самого начала у человека альфа zs 50f ну то есть обычная альфа и у него сломалась вот эта вот запчасть то есть ротор с магнитами не знаю сломались ли у него магниты или они просто отсюда повылетали так как они идут скажем так такими секциями ну и поехал человек на рынок взял свой же магнит поехал на рынок покупать новый долго он не мог его найти и один из продавцов скажем так втюхал вот такой вот магнит магниты вроде бы одинаковые не скажем так он подходит под вот такой вот генератор ну то есть встает сюда правда как видно по рискам он немножко немножко так задевает не генератор но мотор как бы не клинит все в порядке приходит человек устанавливает магнит на место ну и пробовать заводить мопед и мопед не заводится хотя бензин есть компрессия есть искра есть короче все есть а ничего нет ну то есть мопед не заводится меня вот там коммутаторы провода катушка зажигания в общем ничего не помогало но что он сообщил что искра ранее у него была такая скажем красноватая и довольно-таки мощная а после установки вот такого вот магнита она стала какой-то такой мелкой мелкой и синего цвета но цвета ладно но то что она очень слабенькая это принципе плохо в общем начал я разбираться с этой проблемой мультиметром прозванивал катушку высоковольтную все в порядке где-то было 375 он по ходу также прозванивал датчик холла датчик холла тоже порядке масса у нас есть все хорошо далее я также заменял коммутаторы ставил разные 2 и 3 разных коммутатора ставил ставил катушку зажигания другую даже уже от генератора свои провода напрямую к коммутатору давал вообще ничего не помогало ну тупо ноль даже уже и поставил свой генератор думал может вдруг что там тоже не помогло и даже на моем генераторе все такая же искра была и короче стоял я в тупике не смог сдвинуться даже с места что же такое потом я подумал что может выступ от датчик холла как-то неправильно стоит относительно шпонки ну то есть смещен угол зажигания как выяснилось нет выступа стоять прямо под шпонку здесь так и здесь уже посетила такая мысль что этот мопед я сделать не смогу и человек опять будет нанимать бус и опять заплатить за доставку по нашим охраненным дорогам но потом взбрала в голову не пришла вовут к идея что может такое дело случиться из-за того что вот этот вот скажем так выступ под датчик холла как бы не попадает на датчик холла ну то есть может датчик холла выше просто ингу он как бы не считывает сигнал было решено немножко подогнуть датчик холла к вот этому вот выступу ну искра улучшилась но всего на чуть-чуть ну ну вроде вроде бы вот улучшилась она и тогда уже стало понятно что что-то не то с вот этим вот делом или с выступом или самим датчиком холла и обратите сейчас внимание на какой высоте скажем так выступы под датчик холла все правильно вот этот вот выступ выше и получилась она так что датчик холла вот этой вот металлической частью проходил как бы мимо и после установки нормального статора мопед сразу же с пола ворота завелся и работал как часики ну вот ребят вот и все что хотел вам рассказать будьте внимательны при покупке данного рода запчастей берегите свою технику всем пока